Приветствую любители Москвы! Продолжаем знакомиться со станциями московскими троих окрестностями. Ну и вот мы идем на станцию Чкаловская. По-прежнему на салатовой ветке продолжаем ее. И вот эта станция была открыта в 1995 году. Вот она, видите, станция. Ну, собственно, такая она довольно холодноватая. Хотя, конечно, может не такая холодная, не такая хай-тековая, как, может быть, современные станции. Но все равно довольно холодная. 90-е годы были. Хотя станцию хотели построить еще в 80-е годы были задумки. Ну, вообще, как в целом этой линии. Ну, как-то вот не случилось. Ну, вполне по понятным причинам. Там тоже финансовые, конечно, проблемы были. Ну, видите, станция, несмотря на что, довольно светлая. Такая она в серо-белых тонах. Как видим, путевые стены, белый мрамор. Ну, а вот эти все пилоны, внутренний зал. Тут уже мрамор, на полу гранит. Ну, тут мрамор он уже такой больше сероватый. Ну, и не как считается на тему авиации. Хотя, ну, авиация, тема авиации, скажем так, здесь выражена на этой станции довольно-таки слабо. Несмотря на то, что названа станция в честь летчика Валерия Чкалова. Но, в общем, непосредственно самой станции, ну, что-то такое можно, конечно, пофантазировать, что-то напоминающее самолет. Но, знаете, таких станций, на самом деле, довольно много, поэтому похожих, да, таких сводчатых станций. Поэтому сказать, что что-то такое сильно напоминает самолет, ну, очень-очень-очень натянуто. светильники что-то типа самолета ну не знаю, не знаю, очень вот здесь композиция немножко что-то такое летное вот здесь вот вверху что-то может быть связано, но тоже слабо так вот, натянуто, скажем так так что в общем как-то тематика и Чкалова и в целом авиация, космоса на этой станции в ее оформлении выражено очень-очень слабо станция глубокая больше 50 метров под землей и кстати эта станция, она вот, это был открыт участок, тогда вот, Чкаловская и до Волжеской это стал первый участок, вот с этого началась как раз Салатовая ветка метро вот, и собственно тут один выход и соединенный со станцией Курская, здесь можно пересесть на Курскую синюю и Курскую соответственно синюю ветку и кольцевую но есть и вход оригинальный, это вход непосредственно только в станции Чкаловская, и вот здесь вот, вот здесь вот, именно тема авиации только фактически выражена, здесь изображен как раз Валерий Чкалов, ну и соответственно самолеты, да, ну что-то такое, вот, да, видите, Чкалов там, в беспересадочный перелет 1937 году совершил там через Северный полюс из Москвы и дальше туда в Ванкувер, то есть в Америку, вон, 9375 километров, ну, писать, 1937 год, то есть почти 100 лет назад, конечно, тогда это все было что-то такое совершенно невиданное, грандиозное, даже сейчас, конечно, это очень сложно писать, такой перелет беспересадочный, вот. Почему, собственно говоря, в чем дело, почему назвали-то станцию Чкаловской, ну, все дело в том, что Чкалов неподалеку жил здесь, и давайте мы, собственно, к этому дому сейчас и пройдемся, здесь, в принципе, можно идти, конечно, в разные стороны, это центр города, выход на Садовое кольцо, поэтому здесь есть что, в принципе, посмотреть, но, на самом деле, давайте пойдем именно к дому Чкалову, ну, коли же станция называется Чкаловская, вот, здесь, видите, стройка, прямо рядом с Чкаловской строится многофункциональный центр, где будет и жилье, это преимущественно, конечно, и, соответственно, всякие офисы, магазины, кафе, ну, и так далее, и он так называется Чкалов, строят его уже довольно-таки давно, около пяти лет, с 2017 года, и никак все не могут построить, ну, стройка, вот этот вестибюль, он фактически такой, единственный, который вот не связан с Курской, а именно Чкаловской, принадлежит санция Чкаловская, вот это и есть Садовое кольцо, то есть, это сейчас улица Земляной вал, который является частью Садового кольца, а это вот первый Сарамятнический переулок, здесь, там, другие еще Сарамятнические переулки, нижний, там, верхний и так далее, то есть, их несколько, там была Сарамятническая слобода когда-то, вот, так сказать, ну, по сути дела, кожевенная слобода, слобода кожевников, которые, ну, мяли кожу, да, сыромятную кожу, и, соответственно, делали потом из нее разные изделия, ну, обувь там и прочее, вот, так что, ну, это когда-то давно, естественно, сейчас это все исторические названия, ну, и здесь можно дойти туда, до остановки трамвая, совсем рядом, неподалеку, вот здесь, вот, по этому первому Сарамятническому, он совсем маленький, туда, до верхнего Сарамятнического идет, ну, там совсем недалеко, буквально, там метров сто, наверное, и там, вон, как раз остановка трамвая. Ну, и здесь, вот, видите, строится, прямо за станцией метро, вот этот, жилой, ну, как бы он считается, многофункциональный, но, конечно, самое главное, это жилой комплекс, ну, а все остальное, это уже, так сказать, так, этот офис продаж такой построили, так, он называется Чкалов, только по-английски, английскими буквами, скажем так. Вот это, вот это вот, первый Сарамятнический переулок. Ну, то есть, нашли, уже не знали, куда воткнуть, вот нашли хоть какое-то свободное место, небольшое, и прямо сюда и воткнули, потому что больше, ну, просто некуда втыкать, уже все тут застроили, все, что только можно. Вот, и вот здесь мы, вот, по той стороне видим жилые дома, вот, они в основном были построены в конце 20-х, 30-е годы в селе конструктивизма либо постконструктивизма. А здесь уже вот эта, так называемая, площадь Курского вокзала, которой сейчас фактически уже площади, как таковой, нет. Почему? Потому что еще при Лужкове был построен вот этот вот торгово-развлекательный центр Атриум, который называется прямо на площади Курского вокзала. До этого здесь действительно была настоящая площадь, и можно было прямо вот отсюда, с этого туль-земельного валу видеть сам Курский вокзал, который был построен, ну, собственно, и находится, в общем-то, здесь рядом, на этой площади как раз. Вот, и был он построен в 1866 году, но современное здание, которое мы видим, вот это вот такое стеклянное запоминающее здание, оно было построено в 1772 году. Вот, ну, а после того, как Атриум был построен при Лужкове в 2002 году, вот этот вот центр здоровенный, ну, собственно говоря, как таковой площади название осталось, а самой площади фактически не стало. Ну, а тут что только нету, да, и всякие магазины, салоны, все довольно дорогое, итальянских там всяких полно, разъедуальмон там, ну, это все то, что мы можем видеть фактически в любом торговом центре. Ну, единственное, конечно, цены здесь, естественно, дороже, чем в других подобных центрах. Ну, вот видите, сделали какие-то тут совершенно непонятные тумбы. Вот вы можете мне объяснить, зачем поставили вот эти вот, какие-то каменные тумбы, да, вот здесь вот, прямо посередине фактически тротуаров. Ну, это же неудобно идти здесь абсолютно. Смысл в чем? Во-первых, они ужасно некрасивые, и так-то плитка, одна плитка, плитка, так еще вот эти тумбы зачем-то поставили. А кроме того, они просто мешают ходить. Ну, вот вход, можно здесь войти, можно войти в страны Курского вокзала, это, в принципе, без разницы. И вот мы сейчас, собственно, направляемся к тому дому, где как раз, ну, некоторое время жил Шкалов, правда, не так долго, но жил. Ну, Ревгош, вот, да, ну, то есть тут много всего, тут магазин меняется постоянно, то одни, то другие, это что-то предлагают здесь посидеть, например, да, вот на такой скамейке интересной, да, то есть люди ходят, тут же машина ездит, подышишь газами ухлотными, тут же посидишь, да. Ну, в общем, конечно, ужас-ужас. Такой китч совершенно непонятный. И вот эта улица, ну, вернее, да, вот улица Земляного Вала, она в советское время называлась улица Чкалова. Собственно, умер Чкалов в 1338 году, и вот, собственно, после этого сразу вот эту улицу Земляного Вала перебнали в Чкаловск. Она так называлась Чкаловская долгое время, а потом, ну, до 1953 года, по-моему, а потом улица Чкалова, просто улица Чкалова. То есть сначала Чкаловская, а потом улица Чкалова. Но этот дом, как бы, 19 века считается, ну, возможно, это наводил, То есть, фасадность нас сохранилась, а так, по сути, это наводил. Ну, вот еще один вход, то есть, войти можно, в принципе. И опять вот эти тумбы с этими страшными какими-то растениями. Ну, понятно, сейчас, конечно, еще зелени пока нету, но все равно, это, конечно, кустики, они летом-то еле-еле зеленые, скорее, что-то какие-то ветки навтыкали и все. Вот, а там вот раньше гриль был, но сейчас кафе Бургер Кинг, там, ну, вот мы видели, там рядом с домом 19 века. Вот это как раз вот площадь Курского вокзала, здесь вот есть выходы с метро Курская, который соединяется с Очкаловской, вон, видите, вестибюль, это вот метро, это которая синяя ветка. Ну, и там же и кольцевая тоже рядом, там еще в доме, вот в этом тоже, в этом доме. Это, кстати, дом работников Курской железной дороги, ну, какое-то время управление даже, здесь управленцы жили, ну, кто возглавлял Курскую железную дорогу. Еще в 30-е годы, вот он был построен, вот этот дом. Ну, сейчас-то, конечно, уже не живут, понятно, сейчас тут кто-то не живет, но это тоже дом, это все 30-е годы постройки, ну, начало 40-х даже, дома основном, видите, 7-8 этажные преимущественно, такие они довольно крепкие, в стиле постконструктивизма, с перехода в Сталинский ампир, как бы такой переходный стиль от конструктивизма в сторону Сталинского ампира, в котором строили в основном уже 40-е и первых половинок 50-х годов. Ну, собственно, при жизни Сталина, ну, эти-то тоже еще при жизни Сталина были построены, ну, тогда еще строили как-то не так, помпезно, а потом уже стали, вот. Ну, и, как видите, везде плитка, 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 ну, и считается, что это очень круто, причем она такая, ведь, несколько разноцветная, ну, более-менее, так, от такого сероватого до черноватого, что-то такое. И такие вот деревья, да, тоже вот, так сказать, такие тоже, как сейчас любят такие высокорослые втыкают, то есть их все повырубали, да, когда-то, но потом решили воткнуть как бы заново, оживить, что ли, да, ну, вы знаете, получилось, конечно, не очень. Ну, тут, кстати, обратите внимание, раньше все было открыто, можно было туда во двор спокойно войти погулять, там посмотреть, сейчас тут практически все закрыто, все входы, выходы, все везде решетки, решетки, то есть это все. Ну, зато, вот, видите, скамеечка, можно посидеть, ну, хорошо, хоть догадались поставить ее все-таки спиной к проезжей части, чтобы хоть не на проезжую часть, а хотя бы сюда обращены в сторону домов, тротуаров и то хорошо. Вот. Ну, и видите, здесь вот вокруг одни вот эти дома, ну, которые, по сути, тоже уже во многом, в каком-то смысле, тоже являются отчасти, ну, если не стариной, то, по крайней мере, уже достаточно почтенного возраста, вот эти дома. И, в основном, были построены, я уже говорю, 30-е, там, 40-е годы, в прошлого века. Вот, здесь, кстати, вот, проходит Яково-Апостольский переулок, вот, и названо так, собственно говоря, потому что находится здесь церковь апостола Якова Завидеева, вот, так звали апостола, да. Вот, ну, это как раз вот этот, ну, а здесь уже малый казенный переулок, малый казенный, вернее, большой казенный, а малый, чуть-чуть подальше. И вот как раз вот между большим и малоказенными переулками, там, здесь раньше тоже, кстати, были старые дома, ну, на их месте и построили вот эти дома. И вот этот как раз есть дом Чкалова, вот он, вот он этот дом, не этот, а вот этот, вот он, 14-16, это вот Ульт-Земляный вал, 14-16. Вот именно здесь как раз и жил Валерий Чкалов, по-моему, со второй квартирой, в доме еще около 200 квартир, такие просторные квартиры. Ну, здесь, кстати, не только Чкалов жил, здесь и Оуфенбах жил, и он жил знаменитый композитор. Вот здесь этот ресторан Кавказский бульвар или Бакинский бульвар, как-то так. Вот, и Бакинский, по-моему, и вот большой казенный переулок, и как раз около него проходит. И вот это вот дом, который был построен в 1934 году, ну, и Чкалов, собственно, здесь жил, очевидно, когда он был построен, и до своей смерти в 1938 году, то есть, в принципе, он прожил тут всего где-то несколько лет, может, год-дри-четыре всего успел так вот прожить здесь. Вот, ну, и, собственно, вот, до сих пор, вроде как, и наследники его живут здесь. Ну, а так, я повторюсь, в этом доме, конечно, жило довольно много известных людей в разных областях. Ну, вот, а это Путейский тупик, вот, и вот это вот бизнес-центр Ситидел называется, Ситидел, в 2008 году он был построен, такой офисный центр, и вот здесь вот рядом Путейский тупик, а это вот рядышком дом силиконструктивизма, вот это вот построенный, вот, но это вот дом тоже для инженера-технических работников, инженера 1938 года постройки, и вообще здесь хотели строить такую большую магистраль, туда вот в сторону железной дороги, Курском направлении, сюда пробивать, как бы, эту вот магистраль. Ну, в итоге так и не пробили, и, в общем, просто теперь вместо этой магистрали большой Путейский тупик, а магистраль еще хотели по генплану 1935 года строить. Ну, а так здесь вот разные тоже старые домики находились, когда-то еще на месте этого Ситидела, то есть еще при Лужкове вот эту здоровенную такую махину поставили, ну, до сих пор находится. Это уже, скажем так, новая Москва такая вот, да, из стекла и бетона. Ну, а это вот еще советская Москва, да. Ну, старой Москвы тут почти не осталось уже, да, именно дореволюционной, но в основном советская, то есть Садовое кольцо вообще в основном здесь все-таки в большей степени советские уже такие вот, таких домов довольно много, ну, и, в частности, вот на этой улице Земляной вал тоже. Вот еще раз смотрим вот этот Чкаловский дом, так его часто называют, вот там Малый казенный переулок, да, и вот между Малым и Казеном он как раз находится, он в виде такой, как бы, скобы почти замкнутой, вот, туда еще вот идут крылья с двух сторон, вот, а это называется Садовый тупик. Садовый, тот был Путейский, а это Садовый. Но, действительно, это такие тупики, которые, по сути, идут вот до железной дороги, едва не доходят до нее, курского направления. Ну, вот, ну, вот, наверное, так, дошли мы до этого дома, а так, конечно, здесь погулять можно, в принципе, в разных концах, можно в другую сторону пойти, можно туда за Курский вокзал, ну, короче, тут вариантов довольно много, это лишь один из вариантов, просто я хотел показать именно дом Чкалова, поскольку станция Чкаловская, ну, вот, в принципе, мы его увидели, вот, такой здоровенный помпезный дом. Продолжение следует... Продолжение следует...